Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. «Всё мне позволительно, но не всё полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Да, он пишет и здесь, и в других местах. Он пишет, что никто не может, говорит он, стеснить мою свободу. Ну, в частности, помните, он как рассуждает о пище, о принятии пищи. И, в частности, если, говорит, вам предлагают что-то, вы идёте к язычникам, которые поклоняются другим богам, окропляют это какой-то кровью жертвенных животных. Говорят, не беспокойтесь, идол в мире – ничто. Ну, пустое место, это они верят. Но мы же понимаем, что это ничто. Поэтому всё предлагаю вам, ешьте. Но если вдруг кто-то здесь будет присутствовать из вашей общины, и который соблазнится, то есть как это такой идоложертвенный ест человек, говорит, если так, вовек мясо не буду есть. То есть я, конечно, свободен. Никакого греха нет, что если я буду есть то, что мне предлагают. Прекрасно понимаю, что всё это чушь, все эти боги и все эти их ритуалы. Но если я соблазню кого-то, вовек не буду. Потому что Христос сам сказал горе тому человеку, который соблазнит одного из малых сил. Даже, говорит так, жерну ему на шею лучше повесить и в море бросить. Так вот, да, мы не связаны вот этими вещами внешними, не связаны. Но, оказывается, опять приходим к тому же. Без рассуждения не может быть правильного дела. То есть добродетели не может быть правильного поступка. Вот здесь надо учитывать. Дело в том, что в те времена, ещё в первом веке, очень были сильны многие иудейские, например, обычаи. Поскольку ещё из первых христиан довольно многие были из евреев, которые относились с болговением, естественно, к закону Моисееву и соблюдали многие обычаи. Так что помните, даже собор апостольский был специально по этому вопросу. Так вот, апостол, он отметает это и говорит. Всё это чепуха, все эти внешние вещи. Не в этом суть дела. Это всё мне позволительно. Всё мне позволительно. Но я ни к чему не должен иметь страсти. Когда мне предлагают всё есть тут, и я ем – это одно дело. И совсем другое, когда я начну потом искать этой пищи, от которой лучше воздерживаться. Лучше воздерживаться. Здесь я ем. Но когда уже страсть во мне возобладает, я начинаю это искать, этим жить, вот тогда, конечно, тогда это опасно. Ничто не должно обладать мною. Христа называли кем? Яцепийцем. То есть переводится на русский язык. Это что такое? Обжоры и пьяницы. Другам, и тарям и грешникам. Вот, видите? Он ел, да, и пил, да. На браке в Кане Галилейской. Что вы думаете, он где-то сел в углу и осуждал, что ли, всех? Наверняка пел, там прекрасные эти песни, мрачные песни, наверняка участвовал со всеми. Потому что ничего худого тут не было, ничего худого. Это позволительно. Это такое оказалось событие особое. И здесь он участвовал, он был полноценным участником. Да, всё это позволительно. Но легко привыкнуть к перам, начать искать этих перов, начать ходить, конечно, по свадьбам, не пригласит ли меня никто туда. Вот. Всё позволительно, но ничто не должно обладать мною. Страсти не должны обладать. Вот в чём суть этого его слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok